В лесу еще лежат сугробы, но первые подснежники уже появились. Они стойко пробиваются сквозь снег, символизируя победу весны над затянувшимися холодами. Смотрите репортаж Олеся Лисюк из Воронежского Полесья. Все как в сказке Андерсона «Подснежник». Цветок так стремился повстречаться с летом, что торопясь зашел и распустился, когда еще и снег не сошел. Вот и у нас снег еще не везде растаял, а эти милые скромные цветочки уже тянутся к солнечному цвету. Настоящий подснежник белого цвета. Цветет он смотрящим вниз колокольчиком и не боится ни снега, ни весенних заморозков. Он занесен в Красную книгу, но в нашем регионе за подснежник принимают синюю пролеску. И мало кто догадывается, что это вовсе не подснежник, а цветок, звучащий на латинском «сцилла». На территории области первоцветов встречается много, но настоящего подснежника нет. Достаточно большое разнообразие, особенно в наших лесах. Конечно же, это пролеска сибирская, конечно же, это прохладка, много видов. Есть даже молочно-окрашенная хохладка, называется хохладка «Маршелла». И встречается в наших дубрамах. Ветреница лютичная. И список первоцветов можно продолжать. На юге растет шафран сетчатый и брандушка разноцветная. Они занесены в Красную книгу. В этом году, как ни удивительно, все идет по плану. И первоцветы цветут в свое время. Если вернемся с вами в прошлый год, то уже в это время, конечно, пик цветения был очень многих эфемероидов в наших лесах. Красочные поляны мы могли наблюдать. Жижание пчел, которые их опыляют. Сейчас у нас немножко сдвинулась весна. Климатические изменения природы первоцветам тоже ни по чем. Цветут они всегда в срок, в апреле. Исследование наше за 150 лет, со времен Грунера, это 1882 год, есть данные его по фенофазам многих эфемероидов, многих растений, которые первыми зацветают, показывает, что нет таких сдвигов фенофаз не наблюдается. То есть даты практически совпадают вот до настоящего времени. Любоваться долго пролеска не получится. Меньше чем за месяц у первоцветов вырастает надземная часть и расцветают бутоны, формируются семена. Поэтому скорее нужно спешить в лес, иначе только в следующем году можно увидеть эти первые нежные цветы, символизирующие тепло и радость.